Алоха, друзья. С вами бывалый путешественник Андрей. Мы находимся на острове Кауай, на Гавайских островах. И вы знаете, на этом острове живет всего лишь 60 тысяч человек. И оказывается, среди этих 60 тысяч есть наши, которые сюда переехали. И здесь прямо живут. Я, как только узнал об этом, я тут же схватил свою камеру и погнал задавать им полезные вопросы. Поэтому, друзья, это выпуск мини-экспатов, когда я без съемочной команды, а просто сам с камерой задаю вопросы нашим людям, которые переехали сюда, на остров Кауай, и здесь живут. Я раньше вообще об этом острове ничего не знал. В принципе, о Гавайях знал только Гонолулу и все. Оказывается, есть люди, которые почему-то сюда переехали. И мы с вами узнаем, почему же. Поэтому, друзья, чтобы не пропускать полезные выпуски, пожалуйста, подписывайтесь прямо сейчас на мой канал. Есть кнопочка внизу, так и написано. Подписаться. Также будет хорошо, если вы нажмете колокольчик, чтобы уж точно не пропускать. А еще будет полезно, если будете комментировать и рассказывать, как вам выпуск, что вам нравится, переехали бы вы сюда. И вообще, что полезного, узнали об этом острове. Мне важны ваши комментарии. Друзья, а также подписывайтесь на мой инстаграм. Я делаю много полезных сториков. Также я уверен, что многие из вас уже знают, что я являюсь основателем и SEO сервиса выгодных путешествий TripMyDream. Сервиса, который помогает более 1 миллиона путешественников ежемесячно находить выгодные путешествия, выгодные авиабилеты. И вообще просто помогает в поездках. Друзья, если вам нужны вдохновения для путешествий, если вам нужны дешевые и выгодные авиабилеты, пожалуйста, зайдите на TripMyDream.com, проверьте. Я делаю все со своей командой, чтобы у нас был сервис лучший, чтобы мы всегда помогали вам путешествовать выгодно, и вы не переплачивали. Ну что, а мы теперь с вами погнали знакомиться с нашими, живущими на острове Кауаи, на Гавайских островах. Бесконечное количество еды. Это мне напоминает родину. Ну, дед, я там был часа два. Это весело. Но небезопасно, наверное, не смогут к тебе драться, полезть. Вот полутора миллионов долларов за самую бомжарскую лачу вывоз мусора бесплатно. А сэкономил, значит, заработал. Вот мне кажется, кому здесь хорошо, так это дети. Ну, это и называется здесь «поха». Андрей, я тебя привез в то место, где впервые вступила нога капитана Кука на Гавайях. Меня зовут Кирилл, и я живу на Кавайе уже четыре года. Побывав здесь один раз с женой в свадебном путешествии, однажды, проживая в штате Вашингтон, мы заскучали, и я предложил своей жене, почему бы не попробовать переехать на Кавайи. Плюс у нас был маленький ребенок один на тот момент, и мы как-то об этом говорили. Потом я сел в интернете, нашел билеты, купил билеты, зашел вечером в спальню. Жена была там с ребенком и сказал, мы летим на Гавайи через две недели. Ты сам из Днепродзержинска? Да, из Днепродзержинска. Как давно ты уехал оттуда? В Днепродзержинск я уехал 8 января 2014 года. Мы с семьей жили два месяца в штате Флорида. Затем мы жили шесть месяцев в штате Вашингтон, в городе Иссакуа. То есть ты приехал в штаты, у тебя зеленая карта что ли? Так как мы сюда хотели уехать из Украины, штаты был один из вариантов, куда мы могли бы приехать в принципе. Поэтому мы приехали сюда и решили, а почему бы и нет. Мы просто нашли адвоката, поставили задачу, что мы хотим здесь прожить некоторое время, может быть и всегда. И мы попросили о помощи, и он назвал стоимость. Мы оплатили его услуги, и мы получили все легальные документы, разрешение на работу. Так мы здесь живем. Адвокат мне стоил, я уже не помню по итогу сколько вышло, где-то в районе может быть 7 тысяч долларов. Но стартово было 5. У меня здесь есть виза, и у меня есть разрешение на работу. Слушай, я об этом острове не знал. Я знал Гавайи, Гонолулу. Я думаю, что все, кто нас смотрит, они тоже об этом острове в принципе не знали вообще ничего. Почему ты приехал именно на этот остров? Чем он тебя покорил? Поскольку мы уже один раз здесь были, и мы были на других островах. Мы были еще на Мауе. Нам было с чем сравнить. Мауе более туристический остров. И вот мы решили поехать сюда. Ну, в частности, еще, конечно, мы купились на раскрученный бренд, как остров Сад. Что один из самых красивых гавайских островов. И что прям мекка для всех ценителей природы и красоты. Как в одном из ваших выпусков мужчина правильно сказал, что здесь проживают несколько категорий людей. Во-первых, надо разделить жителей острова на американцев и гавайцев. Две абсолютно разные категории. И второе, это те, кто живут здесь постоянно. Те, кто приезжают сюда на несколько месяцев в году. И те, кто приезжают сюда на полгода. Либо живут здесь в течение двух-трех лет и уезжают отсюда. И чем они отличаются? Значит, те, кто приезжают сюда и живут здесь от месяца до года. Это, как правило, это обеспеченные американцы ближе к пенсионному возрасту. Которые могут позволить себе здесь иметь, грубо говоря, как дачу. И вот они сюда приезжают, как наши дедушки и бабушки, они приезжают сюда на дачу. Здесь очень популярна такая штука, как таймшер. Когда они платят там пять, ну, там какое-то определенное количество тысяч долларов. И каждый год они могут приезжать в одно и то же место. Грубо говоря, они платят как за одну квартиру или дом. Ну, как правило, квартиру. И каждый год в определенное время по согласованному графику они приезжают в эту квартиру. И сидят, ну, живут тут, проводят какую-то неделю или две. За это они платят какую-то определенную сумму в год. Вы все тоже гавайские аборигены? Да, мы с моей женой Петти приезжаем на Кауаи уже почти пять лет. А у Билой Доны есть свой таймшер в Пайпу. Да, но, боюсь, туристов в Пайпу стало уже слишком много. Значит, категория людей, которые сюда переезжают, живут здесь до двух лет и уезжают. Потому что есть такое правило, если ты задержался на острове до трех лет, вероятность то, что ты отсюда уедешь, мала. Как правило, люди уезжают отсюда начиная от года до трех лет. Они дают этому месту возможность как-то их удивить или порадовать, хотя бы соответствовать чуть-чуть той мечте, которая у них была. Большинство людей ожидают здесь легкой жизни. Пляжи, пальмы, кокосы, загар, серфинг, рыбалка и все на свете. На самом деле, в первую очередь, тяжелый труд сверх нормы, чтобы позволить себе жить здесь хоть как-то приемлемо. Отсталость сервиса и отсталость всего. Нужно понимать в том, что Кауаи, если территориально это Америка, фактически это имеет небольшое сходство с той Америкой, которой мы знаем. Я скажу так, для того, чтобы жить на острове в нормальном районе, снимать дом, а не квартиру, вам нужно стартовать от 6 тысяч долларов в месяц. Минимум. На человека либо на семью? На семью. Это чтобы жить в нормальном районе. Я бы даже сказал, в хорошем районе жить, питаться более-менее нормально, не шоковать по кафе и ресторанам. Может быть, раз в неделю сходить, может быть, раз в две недели сходить. И дети не ходят в школу. Кирилл, скажи мне, как тебя вообще штаты приняли, когда вы с семьей приехали, тебя и семью? И как тебя потом остров принял? С чем ты столкнулся эмоционально и рационально вообще? Что приятного было в Америке? Когда мы приехали, поскольку мы первый раз приехали в штат Флорида, солнечный штат, теплый. Все люди улыбчивые, веселые. И что меня приятно порадовало, это то, что люди отзывчивые, улыбчивые. И мир вокруг был прекрасен на тот момент для меня. И все мне казалось абсолютно органичное. И то, что касается острова, то какую-то туристическую часть, которая больше всего нравится, мы уже знали. И туристическая часть – это очень медленный сервис. У вас ломается домокрен. Ждите 2-3 недели, чтобы к вам кто-то пришел. Стоимость посещения… Прямо 2-3 недели? Да. И ты платишь деньги? Нет. Вот ситуация, я объясню ситуацию, примеру, сейчас. У меня дома ситуация. В один прекрасный день обнаружилось, что где-то прорвали трубы. Наутро я созвонился со своим арендодателем. Мы снимаем дом. Созвонился с арендодателем и говорю, так и так, вот у нас вода. Что-то надо с этим делать. Я воду перекрыл в доме. Он схватился за голову и сказал, хорошо. Он нормальный парень, поэтому мы через весь процесс с ним прошли. Я в курсе был всех событий. Он сразу же позвонил водопроводчику. Один водопроводчик улетел с ребенком в Калифорнию. Он начал обзванивать всех водопроводчиков. На острове нет ни одного свободного водопроводчика. Это кошмар водопроводчика. Трубы не обслуживали лет 10. Явно не профсоюз делал. В ближайшее время, когда нас мог посетить какой-то водопроводчик, было полторы недели с момента звонка. И то, это по знакомству ему смогли уделить, сказали, мы вам уделим 10 минут между вызовами. Стоимость посещения водопроводчика начинается от 100 долларов в час. То есть, если водопроводчик зашел и сказал, здравствуйте, 100 долларов вы уже ему должны. Так все ванну могло затопить. 471 доллар. Время? Вы работали 3 часа. Да. Если он еще что-то там поковырялся и задержался на час и одну минуту, вы ему должны уже 200 долларов. Серьезно? Да. Он вообще фонаря просто пишет эти счета, выписывает. Поэтому он так просто прикидывает потом. Ну, дед, я там был часа два. Вот 200 долларов. И вы с ним уже не будете спорить. Потому что если вы начнете с ним потом спорить, и лучше пусть у вас никогда в жизни больше не будет проблем. Потому что он скажет своим друзьям-водопроводчикам, и вы будете ждать месяц в следующий раз. Я не буду платить за грабительский скидер. Я сделал работу, мой друг. Я ведь могу вырвать это из стены. Я тебе нахер и вырвать его из стены. Что ты? Вот мы прождали. Сегодня они должны были прийти. Они позвонили утром и сказали, не, сегодня не получится прийти. Мы, наверное, придем в пятницу. Хорошо. Потом они перезвонили, говорят, да не, мы не придем в пятницу. Мы придем во вторник. Тогда у нас, наверное, будет время. Хорошо. Они говорят, ну, проблем, скорее всего, наверное, в полу. Поэтому нам надо будет выбить дырку в полу. Я думаю, где-то метр на метр. Это будет стоить две тысячи долларов. Две тысячи долларов – это буквально три часа работы ребят, потому что им придется пригласить двух ребят. Плюс надо доплатить за срочность. И плюс… Плюс просто потому, что мы живем на острове. Вот это то, что не порадовало. С этим мы сталкивались здесь постоянно. Абсолютно в большинстве случаев непорядочность. Особенно касающийся туристов. К туристам здесь особое отношение. Один раз моя жена… К нам приехала ее мама. И моя жена взяла… Ну, они взяли для ее мамы машину в аренду. То она еще неделю не могла забыть о том, что ее целый день местные подрезали. И просто ставили на место. С дороги, туристы гребаные! Ну, потому как местные к местным относятся более-менее нормально. Туристов здесь, несмотря на то, что это туристический остров, и это основная часть бюджета, туристов здесь я бы не сказал, что очень любят. Больше их здесь не любят. По острову очень много ездят местных машин с флагами Королевства Гавайи. На них по-гавайски написано, что Гавайи – это не Америка. На них написано по-английски, что Гавайи – это не Америка. И чтобы американцы убирались в свою Америку и освободили наконец-то их Королевство. Как один из примеров, у меня есть тренер по боксу здесь. Он один из ярых борцов за права гавайцев. И у него на доме висит перевернутый флаг штата Гавайи. Что это означает? Перевернутый флаг означает nation in distress. То есть нация терпит бедствие. Гавайцы так и делают. Они переворачиваются в флаг штата Гавайи. И что нация гавайцев терпит незаконную оккупацию Соединенными Штатами. И им нужна помощь. Что самое важное, чтобы здесь ассимилироваться? Язык, не знаю, гавайский язык, американский язык, иметь работу. Вот этот топ, без чего ты никак здесь не справишься. Для того, чтобы здесь ассимилироваться, нужно здесь родиться. Это раз. Второй вариант ассимиляции, это просто для белого человека, это влиться в движение каких-то местных фриков, каких-то йогишей, любителей йоги, любителей выхода в астрал и прочих, которых здесь на острове очень много. Здесь просто для них какой-то рай, потому как они живут на пляже. Круглый год, ни за что не надо платить денег. Самое важное, что нужно иметь с собой, когда сюда приезжаешь. Какой набор минимальный? Вам нужно иметь с собой кредитную историю в Америке. Желательно. Это я говорю об идеальном варианте, конечно, как лучше переехать. Нужно с собой иметь чемодан денег. Хотя бы 10 тысяч долларов вам с собой нужно иметь. Ну, это просто, просто must have. Вам нужно хотя бы хоть какую-то кредитную историю здесь иметь, чтобы у вас была хоть какая-то возможность перестраховаться, если у вас будут какие-то проблемы. Значит, по поводу английского вообще не парьтесь. Местные жители его сами не знают. Они разговаривают на каком-то таком диком наречии, которое, когда они начинают быстро говорить, сложно даже понять. Просто называется pidgin. Это как слышу, так и пишу, так и произношу. Поэтому, ну, звучит смешно, когда они начинают что-то там мурлыкать на своем. Вот, вот так. Ну и желание. Обязательно условия почитайте больше. Особенно почитайте разные мнения людей. Потому как, когда мы сюда ехали, мы читали мнения людей, которые преимущественно говорили, что чудо-остров, чудо-остров, жить на нем легко и просто. Ну уж, поверьте, бывалому островитянину. И это не совсем так. По мере своих возможностей я стараюсь доносить эту информацию правдивую в интернете. Встречаю, конечно, волну критики от людей, которые все-таки считают, что это райское какое-то место, и ничего плохого тут не может быть. Но всегда посмотреть на обратную сторону. Всегда есть обратная сторона. И здесь тоже. Сейчас мы едем в город Принцвель. Когда-то это была столица острова, как сейчас город Лиху. И раньше это был Принцвель. Это город, который принадлежал японцам. И они планировали построить там гавайский Лас-Вегас. Вот я скажу так. Когда я приехал на Гавайи, я почувствовал родственность душ больше с гавайцами, чем с американцами. И если американцы, они в чем-то сдержанные, какие-то они совсем чужие другие, то гавайцы, они любят нарушать правила дорожного движения. Американец, он побоится что-то делать. Гавайц, он ничего не побоится делать. Гавайцы любят пьянки, гулянки до утра и бесконечное количество еды. Это мне напоминает родину. Когда гавайцы собираются семьей, они, как правило, если мы говорим не о каких-то там высшем обществе, а просто о простых смертных гавайцах, они, как правило, собираются, напиваются и дерутся всей семьей. Дерутся. Это часто можно встретить на пляже, потому что их любимое развлечение – это собраться с семьей на пляже, поставить… Здесь там американцы приезжают, они поставят два стульчика между собой, вот эту вот коробку со льдом, там пиво будет встать, пара бутылок и бутербродов. То гавайцы приезжают на траках таких здоровенных, приезжают с огромными палатками, ставят тенты, их приезжают за раз человек 15-20, они сразу разжигают костры, начинают жарить мясо, шашлыки там, всё на свете и начинают пьянствовать. Когда они дойдут до кондиции, они начинают драться, начинают ругаться, драться, спорить. И это весело. Но небезопасно, наверное, они смогут к тебе драться, полезть, правда? Да для них мы просто как мусор, они на нас не обращают даже внимания. Два года назад здесь была ситуация, когда с материка прилетела сюда на весенние каникулы группа школьников вместе со своим учителем. и когда они проходили через часть пляжа, которая считается местной, они имели неосторожность пройти через компанию гавайцев, ну как обычно это бывает у молодых людей, там слово за слово. И закончилось всё тем, что гавайцы, ребята эти спрятались в машине вместе со своим учителем, а гавайцы перевернули машину вместе с детьми и с учителем, просто перевернули машину и никто за это не понес никакого наказания. Конечно, местные власти выступили и сказали, что они глубоко обеспокоены таким происшествием, и они попытаются решить данную проблему, но этой проблеме на самом деле очень много лет. Про это даже снимают фильмы. Я уже не помню, как называется этот фильм про серферов. Он про северную часть Оаху, где существовало, там очень хорошее место для серфинга. И только лишь там существовала именно гавайская банда серферов, которые избивали приезжих серферов, чтобы они не катались на их волнах. Кирилл, куда ты привез нас? Мы приехали ко мне домой. Что, серьезно, в отель Сент-Риджес? Не-не-не, шучу, шучу. На самом деле мы приехали в отель Сент-Риджес, самый дорогой отель на севере острова Кауаи. Мы приехали просто поглазеть, посмотреть на богатую жизнь. На богатую жизнь. Ну, мы проезжали у тебя Принцвель, там тоже очень не бедно, по-моему, совсем. Да? Ну, а это как жемчужина в Принцвеле. Боже, какая терраса красивая! Ты туда меня ведешь? Ну, да. Очень красиво. В общем, мы находимся в одном из... в самом крутом отеле, который находится на севере острова Кауаи. Отель называется Сент-Риджес. Здесь, если приезжают какие-то знаменитости, они всегда останавливаются здесь. Я познакомился один раз с начальником службы безопасности этого отеля. И он сказал, что до недавнего времени каждый год сюда приезжал Владимир Кличко. И он обещал меня с ним познакомить, когда Владимир Кличко будет в следующий раз на острове. Но, как он сказал, что это один из любимых отелей Владимира Кличко на этом острове. Любые знаменитости, которые приезжают на север острова, они останавливаются только здесь. Мы находимся на балконе. Позади нас находится бухта Ханалеи. Это место, где очень многие известные серфинги, серфингисты научились стоять на доске и овладели этим мастерством. Один из которых Энди Айронс, который многократно чемпион мира и просто местное какое-то серфингистское божество. Род него сюда и приезжают многие серфингисты. Мы это увидим дальше на пляже. Там даже на туалетах его портрет нарисован. Также в этом городе проживает большое количество звезд. На данный момент я знаю точно по поводу Персты Бростана, который живет здесь. Постоянно живет здесь? Он постоянно живет здесь. У него дом здесь и дом в Малибу. И он летает с одного дома в другой. Он здесь проживал какое-то длительное время. И две мои сотрудницы учились с его сыном в одном классе. Его сын ходил здесь в школу. В обычную бесплатную школу. Жилье здесь нереально дорогое. Дома здесь стартуют от полутора миллиона долларов. За самую бомжарскую лачугу. Я прошу прощения за такой сленг. В общем, за самую печальную лачугу, в которой бы я даже, наверное, не ютился и за бесплатно. Цена стартует от полтора миллиона долларов. Преимущественно весь город разделен между двумя богатыми семьями. Одна китайская, фамилия Чинг. А вторая семья – это местные, очень богатые Уилкокс. Местные, в смысле, местные американцы? Нет, они… Местные гавайцы. Им принадлежит полуостров. Это гавайцы или американцы? Нет, они, я бы сказал, не англичане. Англичане? Да. Но они здесь как-то обосновались. Здесь очень много им принадлежит. Принадлежит полуострова Земли либо бизнеса? Земли. Земли. А вторая половина китайцам? Да, которые переехали сюда тоже давно. И вот сейчас, по-моему, уже пятое поколение их. Им принадлежит очень большое количество домов именно здесь. Одни из самых дорогих домов. Они очень помогают, конечно, местному комьюнити, местным жителям, всем несчастным они помогают. Вот такие хорошие обе семьи. Несмотря на то, что они баснословно богатые, они все-таки стараются помогать. Но это называется здесь охана. Здесь все вокруг этого крутится. Как охана? Охана. Что переводится из гавайцев как семья. Семья. Поэтому они очень помогают друг другу. Они все держатся друг за друга. И они все это делают для того, чтобы ассимилироваться и быть ближе к самим гавайцам. Кирилл, ты меня привез в какое-то место, где постоянно кустаются то ли это мухи, то ли что-то такое. Камры и мухи. Это север Кавайи. Мы еще шутим, когда говорим, что это столица кровососов, наверное, всей планеты. Потому что ну просто звери дикие какие-то. Самка москита решила ко мне пристроиться. Она так прекрасна. Гляди. И еще одна. И еще одна. Ой, да их целая туча. Я им нравлюсь. Они так льдут ко мне, так льдут. А теперь они... Грызутся, не стесняются. Здесь очень влажно. Часто идут дожди. гольф-поля, на них озера искусственные для орошения гольф-полей, что-то озеро зеленое было. Вот там-то они, собственно, и живут, рождаются. Как город называется? Этот город называется Принцвей. Один из самых цивилизованных и крутых городов на этом острове. Здесь практически не живут коренные гавайцы. Их здесь практически нет. Ну, может быть, каких-то пару богатых семей. А мне здесь не могут позволить себе жить, как правило. Или не хотят жить рядом с бледно-лицами людьми. Это твой дом? Да, дом, в котором я живу. Мы только что ехали, встретили твоего лендлорда, которого ты арендуешь. Он ремонтировал тебе эту историю за 2000 долларов? Классный чувак. Не, он не ремонтировал. Он приехал, поплакал над ней и пригласил друга, чтобы он тоже поплакал. Они обнялись, поплакали и поехали дальше. Может, там пиво запить горе. Ну, так а что? Это же 2000 долларов и никаких гарантий, что будет отремонтировано. 2000 долларов это только лишь за действие. Что такое действие? Они докопаются до трубы, где они считают, что возможно есть течь. Если течь не там, они идут искать дальше. Но иначе они включают счетчик. И это начинают считать счетчиком. И платишь ты? Платит он. А он платит? Ну, он такой классный парень. Он вообще классный парень. Он сказал, сейчас я ему помогаю. Во-первых, я вычерпываю здесь постоянно воду, звоню ему, все. Он говорит, что у него таких еще жильцов никогда не было классно. Поэтому он нам, в случае каких-то проблем, он нам делает скидки. Вот в этом месяце из-за того, что у нас проблемы с водой, нам надо постоянно закрывать, перекрывать воду в дом, потому что начинает все гнить. Он нам просто дал скидку 50% на проживание. Ну, вообще. Сколько стоит проживание в этом доме? Вот мы платим аренду 3000 долларов в месяц. 3000 долларов в месяц дом этот? Да, 3000 долларов. Сколько метров там? Здесь где-то 120 квадратов. Я приблизительно так. Бассейн, что-нибудь есть? Парк? Нету ни бассейна, ни парков, ничего. Сколько спален? Вот спальни у нас две. У нас три туалета, две спальни, большой очень зал, кухня, столовая и прачечная. У тебя трое детей. Да. Тебе комфортно в этом доме, либо уже мало? Ну, пока что мне комфортно, пока самому младшему только лишь 6 месяцев. Как только он повзрослеет, я бы, наверное, переехал в другой дом, где бы у детей могла быть побольше комната. Все-таки им бы там было больше пространства. У них, на самом деле, комнаты небольшие. Ну, так. А так, в принципе, нам, конечно, хватает этого дома. Трешка долларов. Это только аренда. Что ты еще платишь ежемесячно? Электричество. Я плачу электричество. 200 долларов в месяц. Я плачу интернет. 90 долларов в месяц. Вывоз мусора бесплатный. Поехали к тебе в кафе. Узнаем о твоем бизнесе. Здесь у тебя же есть кафе. И вообще, как ты зарабатываешь, потому что жизнь здесь не просто дорогая, она охренеть какая дорогая просто. Да? Да. Погнали. Маленькая перебивочка, пока вы смотрите о жизни на острове. Друзья, ссылочка есть в описании на мой инстаграм. Будет очень неплохо, если вы на него подпишетесь. Потому что даже курица, бегающая от нас вот здесь, по пляжу, мне кажется, уже тоже подписана и вдохновляется, и путешествует вместе со мной по всему миру. Поэтому подписываемся на канал и подписываемся на инстаграм. С вами делу много историков во время путешествий, друзья. Да. Благодарю вас за подписочку. Guys, пойдем в Ханале и с местным пообщаемся. Шака, бро. Да, шака, бро. Аллоха. Окей. Так, да. Окей, это Микел Флетчер Худли из Ханале. Счастье на все братья в... в какой стране? Украине. Украине. Украина, шака. Большое время. Мы любим вас, чтобы вы приехали и испытали все это. Это очень круто, где-то. Окей, ребята? Вы родились здесь? Да. Да? Сына и родилась. Да, сына и родилась. Что ты делаешь для жизни? Я художник, и я также строительство, и я также ждал. Какое количество денег вы получаете в месяц? Оно 2,500. 2,500? М-м-м. Окей, это достаточно для вас для жизни здесь? Немного. Немного. Да, немного. Да. Но я у меня хороший место. Я делаю хорошо. Вы любите эту острову? Я любите эту острову. Если я тебе дам 10 раз больше, или вы переложите себя в Сибири? О, это очень хорошая вопрос. М-м-м. Может быть, да. Да, я бы туда ехать. Да. Я старший серфер. У меня много трейдов под моего ряда. И если у вас есть притягивание, пейтинг, и все это, что в Сибири, давайте знать. Дай мне рейн. Дай мне звонок. It was a pleasure meeting you, bro. It was a pleasure, bro. Yeah, okay, alright, bro. Вот такие вот дружественные люди живут на острове Кауай на Гавайях. Мы встретили их в бухте, которая называется Ханалей. Друзья, мы находимся в центре города, ну, это скорее деревушка Ханалей. Приехали в кафе Кириллу, который называется Бананде. Оказывается, Пирс Бростон неоднократно был замечен у него кушающим блинчики. И даже сфотографированы, выложены в интернете. А еще Джессика Альба заходит к нему в гости. Ну, пойдем узнаем, как это строить, свой личный бизнес на острове Кауай на Гавайях. Кирилл, скажи мне, за каким из этих столов Пирс Бростон у тебя блинчики ел? И ел ли он на самом деле? Он кушал, но забирал с собой. Ага. То есть, то, что мы обратили внимание, он не любит публичности. Если много людей в заведении, то он уходит. Он один раз пришел, и у нас была шумная компания, и он их увидел. Сделал вид, что он просто гуляет тут. Быстрым шагом вышел, хотя припарковался прямо возле входа в кафе. Быстро сел в машину и уехал. Как пришла идея открыть вот это кафе? Кому? Тебе, Насте совместно? Почему именно кафе, которое будет делать блинчики? Я очень люблю блины. И я вычитал, что в Америку мода на блины только приходит. Сейчас на восточном побережье в Америке только начинают открываться. Одновременно с нами крупнейшая российская блинная сеть открывала свое первое кафе в Америке. Поэтому мы попали в такой мейнстрим. Ну, а если говорить про Гавайи, то здесь, особенно остров Кавайи, здесь все живет во времени позади всего современного где-то лет на 7. То есть здесь это вообще было что-то нереальное, непонятное. Хотя туристы, которые приезжали, они знали. Условия и сложности ведения бизнеса здесь – это очень такой длительный разовор, поэтому я постараюсь быть краток. Гавайи был признан штатом худшим в США для ведения бизнеса по всем параметрам. И я с этим согласен на 300%. Почему? Во-первых, сложно получить какое-то финансирование. В нашем случае это было невозможно. То есть если надо что-то докупить, какое-то оборудование, все, так как здесь бизнесы все финансируются, у нас такой возможности, к сожалению, не было. Один из основных двигателей бизнеса – это возможность кредитования, финансирования дополнительно. Значит, рабочая сила – это просто ад. Это вообще. Для сравнения, за первые 7 месяцев работы у нас сменилось 35 человек, 35 сотрудников. Бездомные, наркоманы, сумасшедшие, просто какие-то 3-4-дневные работники. Разница в менталитете. Может быть, где-то был языковой барьер. Было сложно. Мы провели кучу бессонных ночей, подбирая рецепты для блинов, чтобы можно было готовить из местных продуктов. Потому как разные продукты, и нельзя просто взять какой-то рецепт, его использовать. Очень помогла Настя, она провела какое-то большое время, изучая этот вопрос. Мы научились делать просто шикарные бельгийские вафли с фруктами, кофе. Большую часть времени мы потратили на изучение этого процесса с профессионалами. Дальше YouTube. Так же самое и с блинами, YouTube. То есть вы учились либо продвигали там? Мы ничего не продвигали, мы всему учились. Через YouTube. Здесь всему, что мы здесь научились, это самоучки. Бизнес, который мы здесь построили, был очень сложный первый год, потому что мы никогда не были связаны с ресторанным бизнесом. Ничего подобного в жизни не испытывали, поэтому учились на собственных ошибках. которых было немало. Вот такой вот трудный, тернистый путь мы прошли. На сегодняшний день у нас довольно большое количество есть постоянных клиентов. Мы немного переформатировали нашу работу. То есть мы уменьшили количество работников, потому что практически невозможно найти людей на работу. Мы находимся в городе Ханалеи. Каждое заведение в этом городе нанимает на данный момент людей на работу. В каждом заведении этого города недостаток рабочей силы. В каждом. Некоторые из-за этого закрываются. В какой-то момент жизни здесь работала моя жена, я. Иногда с нами были наши дети. Я, допустим, делал блины. Они сидели у меня в ногах, смотрели мультики. Был такой ужас в нашей жизни. Но просто только лишь по одной причине, что здесь невозможно найти работников. Кстати, вот сейчас мы слышим сирену. Интересный факт, что на острове удаленные пункты скорой помощи. Поэтому всю скорую помощь оказывают пожарные. Ого! Поэтому, если в доме случилась беда, кольнуло в боку или сердце, и вы позвоните в 911 и вам нужна медицинская помощь, то первые к вам приедут пожарные. Скажи мне, какие здесь налоги ты должен платить? Как ты зарегистрировал этот бизнес? И какая у тебя маржинальность бизнеса? Все очень легко. Регистрация в течение 5-10 минут. Онлайн. Все онлайн. Для этого у вас не должно быть разрешение на работу здесь. У вас должен быть идентификационный код. Если это простейшее предприятие, как здесь, которое зарегистрировано на одного человека, то регистрационный процесс займет порядка 10 минут. Я, конечно, безумно переживал и ходил на консультации. Заметьте, первая консультация у бухгалтера бесплатна. И я этим пользовался. Ходил к разным бухгалтерам. Сэкономил, значит, заработал. Вот так вот тоже люди говорят. Поэтому ходил к разным бухгалтерам и задавал им разные вопросы. Потому что у меня всегда была куча вопросов. Я сначала поспрашивал. Потом пришел дома. Все сам зарегистрировал. Все сам сделал. Зарегистрировал что? Компанию зарегистрировал? Да. Зарегистрировал компанию. Зарегистрировал… В штате Гавайи. Да. В штате Гавайи. Получил номер. Затем обратился в IRS. Это как налоговая здесь. Сказал, что у меня есть компания. Зарегистрирована. Вот. Мне нужно теперь получить налоговый номер. Я зарегистрировал этот налоговый номер. Все. А ты, собственно, сам выкопал себе эту яму за 10 минут. Прям в яму? Я так шучу. Ну, не то, что яму. Ну, конечно. Ну, в общем, процесс пошел. Какой у тебя налог? У тебя налог от оборота? В штате Гавайи 4, там сколько, 4,5%, 4-6% от оборота ты платишь ежемесячно. Ты это включаешь в чек сразу, как все? Да. Мы это добавляем. То есть есть цена. Поэтому ты пишешь блины, не знаю, там 8 долларов. Все видят 8 долларов. Потом, когда они платят, они платят 8 плюс 4 и 6. В общей сложности все налоги выходят порядка 30-35%. Налог с оборота. Мы платим налоги с зарплат. Налоги с зарплат – это порядка 15%. Это официальное заявление, мы платим белые зарплаты. Сколько это зарабатывают сотрудники? У нас одна из самых высоких зарплат в этом городе. Да? Чтобы иметь возможность иметь хоть каких-то работников. Такие сколько это? 16 долларов в час стартовая зарплата. Окей. У нас есть чек, который зарабатывает 18 долларов в час. Плюс чаевые. Потому что здесь же Америка, поэтому… Чаевые минимум 15, а в целом 20, да? Все за здрасте дают чаевые. А еще остается страховки. Застрахуй все, что можешь. Потому что каждая инстанция придет и спросит свою страховку. Я один раз просрочил платеж. Ну, просто забегался и не заплатил вовремя страховку за сотрудников. Ну, в Украине тоже такое есть. Там, правда, копейки. Но тут страховка за сотрудников. Там временная недееспособность. И еще одна какая-то есть. И это все я должен заплатить эти страховки. Не дай бог, он там кипятком обольется, еще чего-то. Все, он будет выплачиваться страховая. Я забегался. Так мне просто вынесли мозг. Сюда инспектор приехал и высказывал, отчитывал меня как школьника, что я там не заплатил это все. Здесь жестко с налогами. Скажи мне, пожалуйста, сколько стоит аренда этого помещения в месяц? Аренда помещения стоит порядка 4 тысяч долларов. А коммунальные сколько сверху? От тысячи до полутора тысяч долларов в месяц. Друзья, с нами Настя, Алисия и Лева. Там еще третий ребенок спит. Нил. Нил. У тебя 2 мальчика, одна девочка. Как мы в пятером здесь живем? В пятером весело. Весело, дружно, хорошо. Лева был рожден в Украине. И переехали мы, когда Леве было чуть больше года. Алисия была рождена здесь. И Нил был тоже рожден здесь. У них американский паспорт, да? Да, у них американский паспорт. А у Левы? Украинский. Ты хочешь в Украину поехать? Да. Да? Собираемся отсюда вылетать. А то сначала будем ехать в Украину. И что было дальше? Ты рассказывай то, что ты знаешь. В Украину сначала поедем, потом там где снег. Это то, что я знаю. У тебя есть глобус? Да. А ты знаешь на глобусе, где Украина? Вообще-то это мне крестная Маша подарила. Она рада, что я иду в школу. Идешь в школу. Отдевай теперь у мамы и спросим про школу и детский садик. Куда вы в школу идете? Школа у нас начинается 6 августа. То есть гавайским детям не повезло, так как украинским. Они отдыхают всего лишь два месяца. Они учатся до начала июня. И начинают занятия уже в августе. Лева должен был идти у нас в небольшую частную школу. Но буквально на днях мы узнали, что его класс переносят на другую часть острова. Видать, у них там больше детей набрано. Поэтому Лева пока остался без школы. Какая ситуация с образованием? Школы в Америке бесплатные. Соответственно, на Гавайях школы бесплатные. Но какая ситуация на Гавайях, что здесь есть расовая борьба между гавайцами и белым населением. И она настолько у людей пропитана. Вот прямо в детях, во всех поколениях, что американцы, приезжие люди, они стараются отдавать детей в частные школы, где нет гавайских детей. Потому что там бывают проблемы, особенно в коллективе мальчиков. Вот поэтому мы рассматривали для Левы какую-то маленькую частную школу. И ситуация такая, что их немного. И сейчас мы записываемся, пытаемся попасть, и мы везде попадаем в лист ожидания. Частные школы платные? Частные школы. Да, частные школы платные. Средняя цена где-то 700 долларов. От 700. Самая дорогая школа на острове стоит 1000 долларов. Это школа где-то с 8 утра до 2 часов дня. Без питания. Без дополнительных занятий. То есть это такой минимум. Все, что экстра, это за дополнительную плату. Занятия, спорт. Слушай, а детские садики здесь есть? И ходили ли вы вообще в детские садики? Детские садики есть. Все детские садики платные. Это по всей Америке детские садики платные. Детские садики еще дороже, чем школы. Не знаю почему. Но детский сад стоит около 900 долларов. Ситуация такая, что женщины, у которых 2 и больше ребенка, на Кавай, на Гавайях, они сидят дома с детьми. Потому что садик, первое, дорогое удовольствие. А второе, садики закрываются где-то в 3 часа дня. Наверное, я не буду говорить за весь штат Гавайи, но на Кавайи такая ситуация, что садики закрываются в 3 часа дня. То есть понятно, что идти строить карьеру до 3 часов дня достаточно проблематично. Мы долго искали няню, но у нас такая замечательная местная Мэри Поппинс, которую зовут Сильвия, которую дети просто обожают. Она к ним приходит с музыкальным центром, с какими-то играми. Дома сразу же песни, какие-то развлечения. Вот она настоящий аниматор, который занимается этим, вот от души занимается. Сколько вы платите? 25 долларов в час. Вот мне кажется, кому здесь хорошо, так это детям. А почему хорошо? Тепло, раздолье, мне кажется, они здесь растут очень свободно, безопасно. Наверное, у меня какое-то есть внутреннее спокойствие по поводу них, и они это чувствуют. Так, какая здесь медицина? У меня очень разносторонний опыт. От положительного до отрицательного. Буквально недавно мой ребенок, самый младший, болел, кашлял. Он кашляет неделю, я обращаюсь к педиатру. Он говорит, давайте подождем еще несколько дней. Я к ним обращаюсь через несколько дней. То есть никаких же лекарств я без них купить не могу. Без рецептора педиатра. Он настаивает на том, что помогать ребенку не надо, он должен справиться сам. У меня ребенок жутко кашляет ночами, целый день. Кашлял он у меня так 4 недели. Они не хотели выписывать рецепт, и все время говорили, что он должен бороться сам. И когда завершилась четвертая неделя, мне просто сказали, вы знаете, у вашего ребенка был бронхит, он такой молодец, он его переборол. Ого. Без антибиотиков. Мы знаем, как вам было тяжело все это 4 недели, но супер, вы справились. Положительный опыт с тем же моим малышом, когда ему брали анализ крови. Это уже сервис. Когда ему брали анализ крови, и это два серьезных специалиста, которые серьезные медики в штате. И ребенок плачет. Это взрослый мужчина лет 60 и женщина лет 50. И медсестра ему говорит, доктор, давайте ему песню споем. И она начинает петь детскую песню ему в ухо. И этот мужчина, такой статный, большой профессор, стоит и тоже моему ребенку в другое ухо поет детскую песню. Это вот просто стоишь и думаешь, вот отношения. И это класс, конечно. Это высокий уровень. Все считают, что если ты приезжаешь на Кауаи, кто узнает, ой, вы живете на Гавайях, да вам там класс, морепродукты, рыба, овощи, фрукты, все в изобилии. На самом деле все привозное, потому как земли здесь дорогие, рабочая сила на земле дорогая. Здесь очень мало ферм, которые выращивают что-то доступное населению. То есть рынки здесь ориентированы на туристов. На рынке купить дороже, чем в супермаркете. Выбор неплохой. И, наверное, я к нему уже привыкла, потому что недавно я смотрела видео супермаркет во Флориде. И я поняла, что это слабый выбор здесь продуктов. То есть я сравнила. Я уже не помню, как бы, да, где, как это по-другому. Выбор небольшой. Еда достаточно дорогая. Есть выбор органическая и неорганическая. Сколько мы тратим в месяц? Минимум где-то 1200 долларов. На всю семью? На всю семью. Мы питаемся просто. То есть я не вывариваю борщи, супы. Мы питаемся там салат, рыба, что-то мясное. То есть по-быстрому сделать, запечь, нарезать, съесть. Никаких блюд у меня просто нет для этого времени. Поэтому это считается маленькая сумма, которую мы тратим на питание, на семью. То есть остальные тратят больше? Остальные тратят больше. В принципе, американцы, они любят всевозможные снеки. То есть если посмотреть на детей в парках, это всегда такая сумка с собой. И там пакетированные печенье, маленькие фрукты, нарезанные яблочки, нарезанные яйца. Здесь же можно купить уже отварные яйца. Все вот такое. И это стоит очень больших денег. Намного дороже, чем пойти купить дюжину яиц, сварить их и съесть. А потом получилось настоящее. Да, мы прожили год. У нас был период выбора, уезжать или оставаться. И когда мы принимали решение, у нас такие факторы были. Вот как мы принимали решение. Сколько стоит на материке жизнь? Ой, там же надо теплые вещи покупать. В Америке, да. Мы хотели... У нас были так, на примете, некоторые штаты или здесь оставаться. И мы просчитывали бюджет. А сколько стоит там жить? И тут же мы считаем, это же надо всех одеть тепло, дом отопить. То есть брали такие факторы. И получалось, стоит оно одинаково. И мы решили оставаться. И тогда началась настоящая жизнь, потому что тогда надо было уже работать. То есть если оставаться, то уже пускать здесь корни, как-то вот закрепляться, не просто здесь быть, как бы... Ну, то есть становиться частью этого общества. На сегодняшний день, когда мы рассматриваем варианты, то, конечно же, у нас уже другие факторы играют. У меня два последних вопроса. Первый. Как тебя реально встретил остров и его население? Если можно коротко. И второй вопрос. Какой вот ты чувствуешь разницу в менталитете между нашими и жителями этого острова? И гавайцами, и американцами? Как только мы сюда переехали, у меня была дикая жажда общаться с людьми. До этого мы жили 6 месяцев в штате Вашингтон. И у меня тут был такой сезон жизни. Я не хочу никого знать, я не хочу ни с кем общаться. Я с Левой занималась, и мне было прекрасно. Когда мы приехали сюда, мне очень-очень хотелось общаться. Я нашла группу мам с детьми, круг по интересам. И очень быстро нашла себе там подруг. Я ездила на разные тусовки с ними, с детьми, без детей. Приняли прекрасно. Это американские мамы, не гавайские. Здесь общество росло ино. Гавайцы, местное население, и все приезжие. А все приезжие, они уже, это микс. Американцы, русскоязычные люди, которых немного, но они есть. Испаноговорящие люди. Они здесь все вместе. И все ищут связи, потому что они все с оборванными корнями. Семей нет. Это в основном все переезжие из материка. И все хотят общаться, все хотят дружить. Здесь общение найти несложно. Что тебя удивило, когда ты приехала в Америку и когда ты переехала на остров? В принципе, в американцах. Их открытость и искренняя радость за успехи других. Класс. Наверное, за счет того, что здесь доступен успех. Он действительно доступен. Если ты хорошо трудишься, ты достигни в жизни того, чего ты хочешь. И то, что это благо, которым пользуются все, люди действительно радуются за твои успехи. А второй момент. Желание открыто говорить тебе хорошие вещи. Вот ты видишь, человек красиво выглядит. У американца не стоит вопрос. У американской девушки не стоит вопрос. Другой девушке просто на улице подойти и сказать, ты так классно выглядишь. Или, слушай, у тебя такая юбка обалденная. И это легко. Или сказать комплимент ребенку. Третий момент. Как они, в принципе, легко общаются друг с другом. Ты можешь стоять в очереди, и с тобой заговорят люди. У людей нет вот этого вот барьера общения. И это воспитывается. Дети, которые идут в школу, они каждый год их миксуют. Классы, если в школе три первых класса, они уже во второй класс идут, все перемешаны. Они очень легко в любом возрасте устанавливают контакт. Коммуникабельные. Коммуникабельные. Четвертый пункт, который выходит из предыдущего пункта. Они легко теряют связи. Они не так привязываются к людям. Если у меня здесь есть товарищи, с которыми я общаюсь. И если они уезжают с острова, я знаю, что это оборванная связь. Я училась в университете здесь, не на острове, в Калифорнии. И когда я уехала, я не могла понять, почему люди не участвуют со мной в переписке. Я некоторые вопросы им задаю, они неконтактные, потому что для них это оборванная связь. Как сказал мне здесь один человек, что пока ты здесь не проживешь один год, никто не будет в тебя инвестировать свое время. То есть в общении прагматизм. Они пойдут на легкий контакт, но дружить с тобой и инвестировать в тебя свое время никто не будет, зная, что ты сможешь потом уехать, и с тобой связь потеряется. Желание участвовать в общественной жизни. Жизнь достаточно размеренная, достаточно стабильная. Поэтому человеку, наверное, по природе нужна проблема какая-то. И жить, решая какую-то проблему или какую-то борьбу с проблемой. Драму придумывают. Драму. Поэтому здесь очень много организаций по защите какой-то земли от пестицидов. Да, это особенно на Кавайи очень разные. У нас просто на пляже морской телень, как-то он называется, какой-то телень, я забыл. Он монах, вот, его выбрасывают второй раз. Есть волонтеры, которые ждут, когда его выбросят, приходят и стоят, чтобы никто не подходил. Да, да, вот это очень яркий пример, да, да. Понял. Слушай, Настя, благодарность тебе большая, я очень рад. Лев, спасибо, что вы сидел с нами. Давай пятюню, пятюню давай прямо вот так. Все, спасибо. Спасибо тебе. Все, мы заканчиваем. Ну что, это было о жизни на острове Кавай на Гавайях. Интересно, вы бы переехали сюда? С одной стороны, кажется, остров с открытки, райский остров. Будут бананы, кокосы, красивая водичка, серфинг, солнце. А с другой стороны, когда переезжаешь, видишь его абсолютно с другой стороны. Скажу вам честно, я бы, наверное, на 99% бы точно сюда не переехал жить. Я бы хотел здесь, наверное, иметь домик. Для того, чтобы иметь здесь домик, его нужно еще уметь и содержать. И для этого нужно достаточно зарабатывать. На самом деле очень дорогой остров. Правда, во всем все очень дорого. И чего мне не хватает в острове, здесь не чувствуется чего-то местного. Вообще ничего не чувствуется, вообще ничего местного. Поэтому часть людей, которые были в интервью, отсюда уедут. Часть, наверное, останется жить. Anyway, мы с вами гораздо больше узнали об этом острове, о котором я раньше вообще не догадывался, что он существует. Потому что для меня были просто Гавайи. Я думал, что это один остров. Гавайи либо Гавайские острова. Знал только Ханалулу. И все. А теперь мы знаем с вами просто Кауаи в деталях. А также мы с вами провели день с гидом, друзья, и узнали о нашем с Юлей опыте здесь, на острове Кауаи. Если вы не посмотрели эти видео, обязательно посмотрите. Также вы же в курсе, что у меня есть проект Экспаты, в котором я показываю, как живут наши за границей, с чем они сталкиваются ежедневно, по чем аренда квартиры, как они детей отводят в садик, как устраиваться на работу, ходят в полицию, если их вызывают и так далее. Поэтому, если вам интересно о жизни наших, смотрите выпуски Экспатов. Мы сняли уже 9 городов. Сейчас думаем снимать второй сезон. Еще не знаю, кто будет у меня в авиапартнерах. Еще не знаю, будем ли снимать дальше Европу, либо полетим в Азию, либо в Америку. Но точно будем продолжать. Меня очень вдохновляет летать, проживать жизнь. Скажу вам честно, это сложно. Честно, правда, сложно. Снимал здесь Экспатов сам с одной камерой, без операторов, без всего. И мы потратили только на ребят, на Настю с Кириллом почти 8 часов съемок. Это без дороги, друзья. С дорогой и то больше. Наверное, часов в 10 вместе провели. И это, чтобы было всего лишь минут 30-40 видео. Поэтому ваши подписки ценятся, правда. Я благодарен каждому, кто пишет комментарии. Особенно не просто комментарии под конкурс, а комментарии, которым говорят спасибо за видео. Либо это понравилось, это не понравилось. Это обратная связь, которая дает понимание, как вы видите эти видео. Потому что я не делаю видео по сценарию. Я задаю те вопросы, которые мне интересны. Я рассказываю о том, о чем бы мне было интересно узнать, если бы я ехал куда-то. Либо даже не ехал, а хотел узнать о том либо ином городе, либо стране, либо событии. Меня иногда задевают комментарии, типа поменяйте ведущего. Ведущий придурок, мудак, отбери свои черные зубы. У меня не черные зубы, просто баланс белого так выставлен. Мы красим видео, и они такие становятся. Но это окей, каждый верит свое. Друзья, я благодарен, что вы смотрите до этого момента. Я благодарен за то, что вы подписываетесь, комментируете. Пожалуйста, рассказывайте друзьям. Потому что, слушайте, мы много инвестируем позитивных эмоций и себя в эти видео с командой. Я думаю, что об этом должны знать не только вы, а еще ваши друзья. Поэтому я просто искренне благодарен от своего всего сердца за то, что вы поможете развивать нам этот позитивный, информативный, полезный, вдохновляющий влог, друзья. Все, всех обнимаю, всем своим сердцем. Инвестируйте свое время и деньги в эмоции, в путешествия. Авиабилеты покупайте всегда. Точнее, ищите, а потом покупайте через сервис выгодных путешествий TripMyDream. Напоминаю, я основатель этого сервиса. Я гарантирую, что мы всегда находим только самое лучшее. Если что-то не получилось, лично мне пишите. Я всегда отвечаю всем на комментарии, на вопросы, на сообщения. Всегда. Не всегда быстро, но всегда отвечаю. Все, обнимаю. А мы с Юлей погнали инспектировать гавайские авиалинии и летим на острову Аху. Оттуда тоже будут интересные видосы. Подписываемся, не пропускаем, нажимаем колокольчик. Пока.